Также в ходе рабочего визита заместитель премьер-министра Республики Казахстан Бердебек Сапарбаев встретился с инициативной молодежью и педагогической общественностью региона. Во встрече также приняли участие вице-министр информации и общественного развития Даняр Есин и вице-министр образования Шолпан Каринова. Встреча с активными молодыми людьми региона началась с посещения Дворца школьников и молодежи, а также каворкинг-центра Бастау, где Бердебеку Сапарбаеву презентовали несколько проектов, которые реализуются в нашей области. Среди них областной молодежный канал «Жастар-07КЗ» и интерактивная карта сакральных мест и достопримечательностей нашего региона. Здесь на карте представлены все достопримечательности нашей области. Нажимая на любой объект, гость может посмотреть фотогалерею и узнать историю данного места. А также есть виртуальный тур с гидом, который расскажет самые интересные факты про то или иное место и событие. В ходе встречи с молодежью были подняты такие вопросы, как самореализация молодежи, в частности в сельской местности, запуск года волонтеров и инициативы, связанные с ним. Также успешные представители молодежи поделились своими секретами успеха. Раушан Сапаршева – мама троих детей. Девушка прошла обучение по программе «Булашак» по специальности «Нефтегазовое дело». Проработала много лет в местной нефтедобывающей компании и сейчас является бизнесменом. Всего за полгода она открыла четыре салона красоты, в которых трудится 50 человек. Программа «Булашак» мне помогла в бизнесе, так как я обучалась именно нефтегазовому делу. Кроме специализированных предметов, нас обучали также в управлении проектом. И это на самом деле было огромным плюсом в ведении бизнеса, что мне дало преимущество перед другими предпринимателями. Основное, что я хочу сказать молодым – учитесь, смотрите, как говорится, в оба, ищите возможности. Возможности очень много. Заместитель премьер-министра оценил инициативность и энтузиазм молодежи региона и подчеркнул, что во все времена основными задачами были и остаются получение качественного образования и стабильная работа. И пожелал участникам встречи успехов и хорошей реализации их проектов. Следующий год объявлен годом волонтеров. В рамках этого уже готовится ряд проектов, которые будут работать по всему Казахстану. Однако сейчас рассматривается вопрос того, чтобы в проектах смогли участвовать не только молодежь, но и представители более старшего поколения. Один пенсионер вышел и говорит, а почему, говорит, пенсионеры, вы не включаете волонтерское движение? Мы тоже хотим участвовать. Ну, тоже интересно же. Действительно, почему мы волны? Вот мы сейчас хотим внести вот такое изменение, чтобы не только молодежь была в этой системе или в этом проекте, Также прошла встреча с педагогической общественностью. Основными вопросами, которые были обсуждены, стали закон о статусе педагога, повышение заработной платы учителям, трехсменное образование, модернизация школ и развитие образования в целом. Что касается закона проекта о статусе педагогов, то он разделен на четыре больших блока. Вице-министра образования Шулпан Каринова основилась на вопросе качества знаний. По ее словам, Министерство образования Республики Казахстан сейчас работает над изменением форматов срезов знаний в школах для того, чтобы выявить внешние оценки учебных достижений. Также в ближайшие четыре года планируется увеличить заработную плату педагогов в два раза. Мы сегодня понимаем, что учителя, молодые педагоги, которые приходят в школы, должны закрепляться в школах, и необходимо наставничество. Поэтому теперь наставничество, которое до сих пор осуществлялось, будет оплачиваемо. За квалификационные категории тоже доплаты будут предусмотрены, также степень магистра. Кроме того, все педагоги приравнены к статусу педагога. И те педагоги, это в основном педагоги дополнительного образования, педагоги, которые работают в дошкольном образовании, будут приравнены, и отпуск у всех теперь будет 56 календарных дней. Что касается аварийных школ, то Министерством образования предусматривается новая методика финансирования строительства и проведения капитального ремонта, согласно которой средства будут выделяться, исходя из нормативов на одного учащегося в школе. Не остался без внимания и вопрос профессионально-технического образования. В Казахстане существует 500 колледжей, которые уже внедрили систему дуального обучения. Однако только 19,8% обучающихся охвачены дуальной подготовкой. В шести колледжах при содействии бизнеса были открыты центры компетенции. До 2023 года такие центры появятся во всех профессионально-технических учреждениях. В свою очередь, Бердибек Сапарбаев раскритиковал работу колледжей по трудоустройству студентов. Показатели в данном направлении во многих заведениях равны нулю, хотя на бумагах трудоустройство составляет от 70% и выше. Все это обман, заявил заместитель премьер-министром. Три или четыре года тому назад мы ввели такое, чтобы была бумага от ГЦВП, где идет учет пенсионных отчислений. А нашли сейчас хороший хитрый выход. На один месяц трудоустраивается, приносит справку и все, а у меня налог пора. Считается, что это 90% трудоустройства. Если 90% трудоустройства где, сейчас нам рабочих не хватает. Если смотреть количество вакансий и количество спроса, вакансий больше. Также вице-премьер-министр подчеркнул, что колледжи должны готовить специалистов с учетом спроса рынка труда. Сейчас в реализацию госпрограмм введен индикатор создания рабочих мест, которые министерство должно контролировать. Впервые за много лет колледжам будут выделяться деньги на обновление материально-технической базы. Особенно это касается сельских учреждений. Впервые, наверное, за последние сколько лет для колледжа будут выделяться деньги на приобретение оборудования. Много действительно. Иногда в некоторый колледж заходишь, особенно где готовят этих водителей. И там это самый макет или двигатель ГАЗ-53. Или там Запорожец, который давно уже нет. Задаю вопрос директору. Завтра где он будет? На Запорожце будет ездить, что ли? Также Бердибек Сапарбаев отметил, что школьникам будет преподаваться экологический час. По его мнению, необходимо большое внимание уделить нравственному воспитанию учеников, их занятости и приобщению труду.